Чемпион WBA в полусреднем весе Кейт Турман уверен, что его от природы более крупное тело и характерный стиль бокса сумеют нейтрализовать сильные стороны Мэнни Пакьяо. Боксер встретился в ринге 20 июля. Мексиканец Сауль Альварес прибыл на одно из мероприятий в родном штате Гвадалахара в Костылях. Фанаты гадают, что случилось с боксером. Уже появились слухи, что Альварес мог попасть в аварию или перенести операцию на колени. Ранее о проблемах Альвареса в связи со старой травмой сообщил известный промоутер Бопарум. Операцию на колени Канело сделал в апреле 2018 года. Это произошло после того, как он попался на допинге. Сразу в двух февральских пробах нашли запрещенный препарат Клинбутерол. Впоследствии Канело отказался от запланированного на май реванша с Головкиным и получил 6-месячную дисквалификацию. Также Канело перенес операцию на руке после первого боя с Головкиным, который прошел в сентябре 2017 года и завершился ничей. Судьба следующего боя Канело, который должен был состояться на выходных в честь Дня независимости Мексики, встал под большим вопросом. Американский сайт boxinginside.com своей подборкой лучших соперников для чемпиона WBO в среднем весе Дмитру Сандрейда назвал кандидатуру Геннадия Головкина. Бывший объединенный чемпион Геннадий Головкин все еще великолепный боец. Он доказал это так же сильно, как и сбил Стива Ролл со своим последним выступлением на ринге. Спросите у болельщиков и журналистов, и многие расскажут вам о том, что Triple G заслужил победы в обеих поединках против Сауля Альвареса. Вместо этого Геннадию пришлось довольствоваться ничью и поражением. Если он победит Андрейда, то не только покажет, что по-прежнему является одним из лучших боксеров дивизиона, но это также позволит ему завоевать чемпионский титул, которым он никогда не владел. Промоутер Геннадия Головкина, Том Леффлер, прокомментировал ситуацию с выбором соперника на следующий бой. «Я не могу официально комментировать процесс выбора оппонента, но, естественно, Канело является приоритетным вариантом», цитирует Леффлера и Хоу Спорт. Если по каким-то причинам это не сработает, то мы сядем с Головкина медозон и подыщем следующую, лучшую альтернативу. Экс-чемпион мира в легком весе 30-летней Британии Стэри Фленнеган выступит 12 июля в Ливерпуле, Великобритания, на местной арене Олимпия в прямом эфире на ESPN+. Соперником британца станет 28-летний Джона Сигу из Танзании. Поединок рассчитан на 8 раундов. Чемпион IBF по среднем весе Errol Spence заявил, что готов к встрече с Канело Альваресом в начале следующего года. Но сперва американцу предстоит объединить титулы в по среднем весе в бою с Шоном Портером. «Я надеру задницу Канело после того, как побью Шона Портера. Попытаюсь родиться с Канело и вскрою блеф Оскара Далахой». Британский супер-чяжеловец Тайсон Фьюри вернется на ринг уже в сентябре этого года. Об этом сообщил известный спортивный журналист Майк Копиджер, ссылаясь на слова промоутера Боба Арума. По его данным, цыганский король будет драться 7 или 21 сентября на арене Мэндисон Сквергарден в Нью-Йорке. Боба Арум в ближайшее время проведет встречу с представителями промоутерской компании МТК Глобал, чтобы подобрать Фьюри оппонента. Известно, что Боба Арум хочет, чтобы Фьюри в сентябре устроил реванш с Дон Тейм Вайлдером. Однако данный вариант выглядит маловероятным, поскольку бронзовый бомбардировщик уже анонсировал бой с Луисом Артисом. Команда Уайлдера настаивает, что во второй поединок между Дон Теймой и Тайсоном должен состояться в начале 2020 года. Чемпион WBO в полулёгком весе Оскар Вальдес не прочь встретиться с британцем Джошем Уоррингтоном, владеющим поясом IBF. Уоррингтон уже долгое время вызывает чемпионов дивизиона, включая Вальдеса. Уоррингтон – талантливый боец. Я думаю, мы дадим фанатам особенное шоу. Мне также интересен Фрэмптон. Он популярный и непростой боксёр. Это тоже был бы отличным поединком. Чтобы быть лучшим, нужно биться с лучшими. Я готов к бою с кем угодно. Хочу начать с Уоррингтона. Я уже защищал титул 6 раз. Теперь время бить чемпионов. Чемпион в супертяжёлом весе Энди Ройс был награждён особым поясом Всемирной боксёрской организации WBO. На титуле Энди отныне красуется его фотография, а также специальная надпись «Первый мексиканский чемпион мира в супертяжёлом весе». Во время пресс-конференции, посвящённой этому событию, первый в истории мексиканский чемпион Хэйвэйти признался, что после завивания титулов его жизнь стала совершенно другой. «Моя жизнь полностью изменилась. Раньше я только мечтал об этом. Я упорно работал и достиг всего, чего хотел. Я стал чемпионом мира. Это просто потрясающе. Теперь люди подходят ко мне, чтобы сделать фото или видео. Это очень мило. Я всегда этого хотел. Конечно, я не был готов к известности, которая свалилась на мою голову. Но всё случается в нужное время. Нам необходимо оставаться скромными и наслаждаться всем, что происходит вокруг. Я вошёл в историю, став первым мексиканским чемпионом в супертяжёлом весе. И я рад всему, что происходит сейчас, ведь ради этого мне пришлось многим пожертвовать. Это именно то, чего я желал 6 лет. Не хочу, чтобы это были мои 15 минут славы. Я должен показать большее, чтобы победить в ремаче». Экс-чемпион мира во втором полулёгком весе панамец Хисрейль Каралес подерётся 27 июля в Балтиморе, Мэриленд. В андеркарте вечер бокса от ПБС, в главном бою которого выступит супер-чемпион WBA во втором полулёгком весе американец Джерланд Эдэвис. Соперником Каралеса станет американец Ладариус Миллер. Поединок пройдёт в рамках лёгкого веса. Бывший чемпион двух весовых категорий Карл Фрэмптон вернётся на ринг 10 августа Филадельфии. Его соперником станет мексиканский панчер Эммануэль Домингес. В случае победы над 25-летним Домингесом Карл рассчитывает встретиться с чемпионом WBO в полулёгком дивизионе Оскаром Вальдесом, если только Вальдеса не перехватит Джош Уоррингтон. Бывший чемпион Энтони Джошуа перед боем Реваншем с Энди Руисом работает над уклонениями. Об этом сообщил Майкл Бенсон, посетивший тренировки британца Финчли боксинг-клуб. По словам Бенсона, Джошуа пытается прибавить в плане уворачивания от ударов соперника. И это логично, учитывая, что Руис четырежды отправил соперника в нокдаун во время первого поединка. Чемпион WBA в полтяжёлом весе Дмитрий Бивол принял участие в новом флешмобе Battle Cup Challenge. Россиянин ударом ногой открыл крышку с пластиковой бутылки. Боксёры тоже могут. Подписал видео в своём инстаграме Бивол. Новый челлендж в интернете запустил боец ММА Макс Холлоуэй. Он выложил соответствующее видео, после чего другие звёзды начали открывать бутылки ногами. А на этом у меня всё, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok